Сегодня мы с вами расслабляемся, отдыхаем, расслабляемся, отдыхаем и играем в Faster Than Light. Кто не в курсе английского языка, переведу, это называется игра быстрее света. Собственно, здесь наша задача летать на космическом корабле, пробиваясь сквозь какие-то неурядицы, которые нам будут попадаться, и в конце концов завалить мега-босса. Супер-пупер-мега-босса. Так, давайте я найду для себя место. Ну, пока что где-то вот здесь оно есть. Что мы видим? Что мы видим? Что это такое? Смотрите, я специально для вас добыл русскую версию, потому что, когда я, наверное, месяца два назад играл в английскую, никто ничего не мог понять. Здесь довольно-таки много текстовой информации, и, скажем так, она иногда бывает очень полезной. Поэтому я частенько зависал, для себя переводил, ну, так бегал, да. Вот, но чтобы перевести все это литературно людям, это довольно-таки серьезным было напряжением для моего мозга. Теперь я все упростил до максимума. Все переведено, ничего менять не надо. Давайте сделаем так. Назовем себе корабль каким-нибудь особым именем. Предлагаю, предлагаю вам в чатике написать, как же вы хотите, чтобы звался этот корабль. Господа, не вижу вариантов. Вордзергус пишет мой ник УЦ. Ха-ха-ха-ха. УЦ, да. УЦ, как ты считаешь? Надо ли называть корабль в честь тебя? СССР УЦ. Ну, кстати, хорошее название. УТЁК ТВ. Плюс за СССР УЦ. Ну что же, Цветок, значит, ты будешь нам помогать, руководить всей этой операцией? Значит, давай я тебя пока отставлю. Вот здесь вот ты будешь. Никому ты здесь мешаться не будешь, и мне не будешь мешаться. Что-то как-то тебя навык заваливает, если честно. Сейчас мы тебя подопрем чем-нибудь. СССР УЦ. СССР УЦ. СССР УЦИ. А теперь первые два человека, которые захотят в нашу команду, попадут в нее. СССР УЦИ. СССР УЦИ. а еще у нас есть слоник 02 остальные к сожалению чуть-чуть опоздали но ничего ребят я вам обещаю что заходов на эту игру у нас будет не один поэтому кто не успел в этот раз успеет следующий это не проблема и так лорд зергус gm фаук смотрите тут есть такой человек мы его сотрем мы сотрем его подчистую и сделаем из него лорда зергуса так кто-то у нас еще один был слоник 02 не помню я чтобы человек раньше был ничего поздравляют ты сразу попал в телевизор слоник 02 я правильно написал слоник слоник все правильно 02 витя привет пишет базилио принять здорово зато и название кораблика приду в шитов 320 действительно привет видите с концом света тебя что за игрушка на стриме вот справа сверху окошечко такое что написано т.л. фильм стиратель так смотрите я в игру игра она оставила сохранение у нас есть они нельзя меня тип корабля мы полетим на самом первом самом стандартном корабле все иначе у меня слетят все настройки которые мы что сделали смотрите здесь есть ачивочки собрать на борту членов экипажа шести разных раз кстати в этой игре есть много разных раз их можно собирать нас сейчас в команде три человека но потом по пути мы сможем кого-нибудь подобрать полный арсенал так все возможные системы под системы маленький но крепкий так понятно смотрите если я открою хотя бы две трети ну то есть два из трех то мне откроется следующий вид корпуса то есть немного будет модифицированный но это в будущем далеком далеком будущем сейчас оценим пишет народ поехали и так понеслась чуть не сказал что-то там по трубам понесся нас корабль по просторам вселенной вылетаем рядом с какой-то планеты и что же нам пишут данные разведки которые вы несете жизненно необходимы для оставшегося флота федерации вот она ребята мы будем за все человечество работать вам потребуются припасы для полетов поэтому удостоверьтесь что исследовать и исследовали каждый сектор перед тем как отправиться дальше добраться до выхода желательно раньше чем флот повстанцев сможет у вас догнать совет порядок орудий изменяйте порядок орудий или схем виронов перетащив их на желаемую позицию да это мы сделаем при повреждении систем слот отключается справа налево и так наш корабль наше оружие начну заново тут многие не видели вообще что это такое какая-то видно какая планета настоящая ну это просто задний фон задний фон такой интересный и так смотрите у нас есть команда она может передвигаться по кораблю видите топает алонцы у нас просился на двигателе мы его сразу на движке отправляем а слоник будет у нас оружейником то есть смотрите у меня отсеки есть о 2 это кислородный отсек движки оружие щиты мед отсек двери камеры наблюдения и пилот собственно вот мы расположили основных участников нашего действия по так сказать местам их обитания далее что это за панель это панель энергии здесь можно добавлять или убавлять количество энергии вас есть генератор да на корабле и мы добавляем или убираем какую-то потребление энергии с того на другой отсек то есть например видите я могу мед отсек отключить зато у меня вот ракета сейчас появится то что у меня просто нехватка энергии если отключу кислород у меня вот он начнет падать воздух видите в конце концов меня все задохнутся поэтому с то я буду жить под системы это так менее важная тема потом наверняка наверняка я еще не раз буду кричать что кто-то сломал мне двери а все горит запомните эти слова я как да ну как обычно во всех играх можно что-то улучшать своем корабле реактор под системы системы основные экипаж от можно посмотреть оснастка груз и так далее там подобное ну давайте меньше слов больше дел ой кстати почему-то моя камера наехала на ссылочку сейчас я поправлю подождите он еще из к 2 тв рублен палки как давно я здесь не был сейчас подождите добавлю быстро быстро-быстро-быстро добавлю сюда ссылочку на об 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 он стоял как же мы без нас любимых и так сэр у ц не желаете ли вы улететь с этой планеты обращаясь я к цветочку а он кричит конечно ребята вот она карта смотрим вот мы вот выход следующий сектор что такое сектор такие глаза у всех выпутились вот эта карта так вот это маяки в гиперпространстве разбросанные по так сказать карте да и мы можем прыгать с маяка на маяк и соответственно в каждой системе нас ждет какое-то супер событие рим пире пию а может и не быть события поэтому не слетаешь а не узнаешь с виду интересная игра игра очень захватывающая дальше что у нас есть дальность перелета какая-то определенная но смысл еще вот чем давайте летим следующий сектор и я вам покажу в чем смысл непосещённое место выдать отхожие твою налево вот она во первых самый знак в том что мы попали с вами в поле астероидов но это фиг с ним прибыв в пояс астероидов вы замечаете что повстанцы установили здесь автоматизированный разведчик приготовьтесь к бою ребята вот она вот она счастье этой игры здесь есть бои ведь и твоя голова закрывает меню ой тебе закрывает моя голова так хорошо давай вот сюда переедем кажется здесь я никому не мешаю да витя ты накладываешься на врага отлично вообще фраза супер видите ты накладываешься на врага да это очень похоже на космических рейджеров только это выполнено в варианте таком инди-стайли до двумерном упрощенным легеньком то при этом реиграбельным а все 153 процента даже больше чем на 146 итак приготовьтесь к бою господа сейчас будет боевка и так бой идет в рил тайме соответственно все оружие имеет какое-то время перезарядки оп цветочек ты закрываешь меня давай вот эти совсем краешку отодвину упс так тебя не видно так вот видите полосочки ползут вверх вот я пробелом ставлю паузу пробелом с нее снимай вот потихоньку набирается перезарядка орудия соответственно у этого корабля тоже противника да смотри есть оружейный отсек пилотный отсек и двигатели собственно у него больше других нету он автоматизированный там воздух не нужен сами понимаете а дальше профессионалы этой игры могут даже вот по видите здесь пушки нарисованы у корабля вот это какая-то ионная пушка на это а это какая-то ракетница я только так могу определять пока что соответственно ракетница это довольно серьезное оружие вообще в игре она пробивает сквозь щиты в основном всем ракеты пробивает сквозь щиты поэтому кстати кажется у нас вырезался астероид нет да смотрите видите астероид врезается в него тоже бомбит он помогает помогает нам стрельба из оружия осуществляется соответственно выбором орудия вот я жму кнопки 1 и 2 это быстрые кнопки либо я могу мышкой убирать вот я ракеты не хочу тратить потому что видите мера запас ракет всего 8 штук я просто буду расстреливать его из лазера конечно же я буду стрелять ему вооруженный отсек чтобы его убить как только лазер перезарядиться марте и так что произошло смотрите значит прилетел астероид врезался вооруженный отсек корабля против нас он пустил ракету успел взорвал нам от секс кислородом видите он красный у нас начал падать кислород и мы теперь просто задохнемся паника ладно я конечно для паникую у нас есть людей у нас есть экипажы у нас есть человеке которые Умеют чинить неполадки При этом смотрите Я накидал Видите, у него оружейный отсек отключен У него все пушки убрались Соответственно Слоника спасай Слоник пишет Так вот, видите, я вырубил ему отсек То есть у него оружие отключилось То есть стрелять он в меня больше не может Поэтому мы сейчас быстренько починимся Добьем этот корабль Противный, у него, видите, осталась одна энергия всего лишь И что? И будем смываться с этого сектора Потому что метеориты нам сейчас надают Так, видите, кислород опускается постоянно 95, 94 Вот она, починка пошла, видим Кислород падает Когда он опускается не меньше 30% Видите, корабль розоветь начинает О, кстати, метеорит добил Собственно, вот Это такая боевка Но это очень легкий корабль был, я вам подскажу Настолько легкий, что Я мог бы здесь вообще вот так сидеть И он бы сам умер от того, что метеориты его забомбят Что же нам пишет? Корабль взрывается Оставляя после себя некоторое количество полезного лома Два топлива Одну деталь дронов И 13 лома А лом здесь Это главная валюта Валюта, которая Просто на все годится Ей можно улучшать свой корабль На нее можно покупать что-то В магазинах Здесь еще есть магазины на картах Какие-то события на карте могут сопровождаться Затратой лома И так далее, тому подобное Все увидим Все увидим Итак, кислородный отсек починен Отправляем олонцы обратно в двигательный отсек Кстати, я вам не рассказал еще Видите, у каждого человечка есть Какие-то непонятные шкалы Так вот, это шкала опыта При какой-то определенной работе Например, стрелок Он стреляет У него здесь постепенно Будет опыт нарастать И когда он прокачает первый уровень Он на 10% быстрее будет перезаряжать Орудие Между прочим, неплохо Итак, ждем, пока у нас перезарядится привод наш FTL-привод Это тот привод, который позволяет нам скакать по всей галактике Собственно Вот мы прошли один сектор Ну, в смысле, один маяк В первом секторе Всего секторов 8 Соответственно, карты приблизительно одинаковые Но с каждым сектором все сложнее и сложнее Кстати, будут сектора В которых нужно будет сделать выборы Я буду вас спрашивать Какой выбор мне сделать 1, 2, 3 Возможно, 4 Если такой будет вариант И вы Конечно же, кто хочет участвовать Кто хочет интерактива Кто хочет Помочь мне пройти эту игру Обязательно должен написать свой вариант ответа Итак, поехали ниже Сейчас самый смак будет в другом Вы увидите Итак Близлежащая планета кажется обитаемой И выглядит необычно красиво Необычайно красиво, извиняюсь Простейшая автоматизированная система планетарной защиты Передает в космос одно и то же сообщение Внимание Действует пятый уровень карантина В соответствии с актом ФЖА-22 Статья 11.2 Внимание Действует пятый уровень Собственно Как говорится Пустырь Интересно А смогу ли я перепрыгнуть вот отсюда Вот сюда куда-нибудь Потому что сейчас я куда-то вниз забираю А как бы потом в этом низу и не застрять Пока вам непонятно, чего я опасаюсь Но Я думаю, я лучше пойду верхом Возвращаемся Боже ближе к верху Что здесь? Оба-на! Сборщик повстанцев Неопознанный корабль, сильно поврежденный До сих пор подвергается Нападению пиратов Жертва транслирует сигнал бедствия, но пираты Прерывают его и предлагают Вам разделить добычу, если вы не будете Вмешиваться Ага, смотрите, нам предлагают взятку Топлива ракеты И лома 8 Либо мы можем прорывить героизм И завалить пиратов Ну что, ребята, ставим свои единички Двоечки в чат, давайте Я смотрю тут Сразу все хотят убить пиратов Гонокажем пиратов Пишут 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Ух ты Все, все хотят И только Макс хочет взять взятку Ай-яй-яй Ай-яй-яй, Максим СРУЦ герой СРУЦ герой, поэтому он атакует пиратов Давайте Пиратский корабль прекратил преследование И направил орудие на ваш корабль Война! Сразу музыка Погнали Итак Ждем перезарядки Смотрим, что это? Абордажный дрон! Нет! Вот это печаль Итак, в игре есть еще дроны Мало того, что есть орудие Видите, у него две лазерные пушки Есть еще дроны А в данном случае Это абордажный дрон Он сейчас будет пробиваться Ко мне в корабль И нам надо будет его валить Я уже готов Я уже собираю команду Твою налево! Он взорвал мне отсек С щитами Это жесть! Итак, смотрите, что происходит Происходит просто какая-то война В отдельно взятом отсеке Видите? Два человека напали на робота Который хочет убить мой корабль изнутри При этом Наш враг атакует нас из лазеров Полундра, ребята Надо срочно взорвать что-нибудь Давайте взорвем Потратим ракету Взорвем отсек С щитами врагу Что это? Оружейный отсек поврежден! Нет! Ага! Все щиты вырублены Смотрите, я убил ему щитовой отсек Отсек с щитами, да? И у него щиты пропали Вот здесь один кружочек был, как у меня Зачем я это сделал? Ракета пролетает сквозь щиты Но лазерное оружие, оно бьет по щиту сначала Поэтому, если бы я стрелял из лазера Сначала первый выстрел попал бы в щит А остальные выстрелы уже там, куда попал А теперь у меня все выстрелы пойдут в щит Руби им воздух Нет, надо сначала отрубить им оружие Есть! Три попадания в оружейный отсек Надо открыть воздух А то у меня сейчас тут задыхаться все начнут Кстати, можно им подбить еще отсек с ботами Тогда этот робот перестанет участвовать в войне Ой, больно! Стоять бояться! Все, видите? У меня совсем мало энергии у слоника стало Мы его срочно направляем в отсек В медотсек, да? Снимаем одну энергию с щитов Блин, воздух выходит И очень быстро Так, что-то происходит Вы доказали пиратам, что вы их достойны Они включают свой ФТЛ-привод И пытаются скользнуть Нет! Извиняюсь Нам надо их срочно убить Давайте Пилота стреляем, чтобы он не улетел никуда Ну же! Да! Есть! Блин, 8 лома дали всего лишь Да что, что будешь делать? Спасибо за помощь Я торговец оружием Обычно я работаю только с подстанцами Но учитывая обстоятельства Сделаю исключение Твою мать! Это торговец Блин! Подстава в том, что мы еще не успели набрать с вами денег Поэтому Конечно же Конечно же здорово, что Он хочет с нами поторговать Но, блин, у меня нет бабла Ааааа Я сейчас буду раненым мустангом тут верещать Ну как так? Лучше б ты мне подарил Я не знаю, пушку какую-нибудь Сверх вот такую огроменную Аж вот в камеру не влезло Я показываю Вот такую вот пушку И я б тогда всех поубивал Ну ладно, давайте починимся просто Просто починимся Продать мы ему тоже ничего не можем У нас ничего нет Бензин у нас есть Э, ладно, вали отсюда Так, нам теперь надо заделать брэш Брэш в нашей системе Для начала нам сначала надо Давайте откроем люки все Чтобы быстрее восстановился баланс кислорода Видите, я могу открывать двери Кстати, я могу открыть дверь в космос Тогда сразу разгерметизация будет Это нам поможет в будущем Когда мы будем гореть Господа, здесь еще можно гореть Адским пламенем гореть можно Ладно, возвращаемся Слоник к вооружению Алонсой На движки Упс, извиняюсь Я открыл дверь в космос Случайно Нажал не на ту кнопку Вместо закрыть Нажал открыть все Собственно Вот Такая вот Заморочена Кислород восстанавливается Потихоньку В принципе можно лететь Давайте Выключим мед отсек Вернем тут все в прежнее состояние К сожалению Магазин нам здесь больше не нужен Вот Смотрите Что это? Что это за Полукруг? Что это? Опасность какая-то? Что с этим делать? Ребята За нами оказывается Гонятся Гонятся И очень быстро А наша цель Поэтому добраться до выхода За такое количество прыжков Чтобы эта волна Почти нас догнала Но мы все-таки Улетели от нее Так, кстати Des6969 пишет Привет всем А почему не Prime? Потому что Сегодня у нас Скажем так Расслабляющий стрим Не напрягающий Игр Совершенно Совершенно Скажем так Успокаивающих И Который позволяет нам Отдохнуть От того Что мы уже Несколько дней подряд Рубимся в Prime Вот Нет Витя сегодня не пьян Витя Сегодня А что я сегодня Кстати Витя сегодня пятница Сегодня пятница Сейчас Срочно Срочно Извиняюсь Так вот Я принес Себе чуть-чуть Попить О, хорошо Опять литров Водки С горла Нет Это не с горла И не водка Итак Как вы уже заметили Саундтрек В игре тоже Ух Даст Прикурить Кому хочешь Особенно Тем Кто любит Старые Добрые Игры Полетели Дальше И что Такое Опа Нас Чувствуете Опасность Опасность Музыка Это нам Тут Опасность Рисует Синит Здорово Сканер Обнаружи Разумные Формы Жизни На соседней Планете В базе Данных Они Не Найдены О Торото Ребята Ну что Смотрите Это может быть Опасно А может быть Чем-то Интересным Единичка Это Обследовать Два Проигнорировать Итак Ставим Ставим В чатике Свои голоса Один Один Обследовать Два Игнорировать Один 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 Два Один Один СРУЦ Любит Приключения Один Все хотят Чтоб я Сходил Обследовал Кстати Ребята Которые Сидят На гохе Вы Тоже Можете Писать Даже Не Зарегистрировавшись Ну Поехали Только Итак Небольшой Чернлог Высадил Вас На Огромном Поле Занятым Маленькими Шестиногими Похожими На Издовых Животных Существами Со Светлой Кожей Неужели Это То Что Обнаружили Ваши Сканеры Итак Три Варианта Первый Попробовать Мирно Пообщаться Второе Принести Несколько Существ На Борт Для Продажи Третий Улететь Один Два Три Так Один Два Один Два Два Один Один Два Один Два Смотрите Здесь Разделились Улетать Никто Не Хочет Но Все Таки Единичек Больше Единичек Больше Попробовать Мирно Пообщаться Ну Давайте Вы пытаетесь Установить С ними Связь Разными Способами Но Они Просто Стоят И Смотрят На Вас Своими Большими Невыразительными Глазами Вы Готовитесь Уйти Продолжить И Все Ребята Надо Было Брать В Продажу Вот Так Вот Но Вот Так Вот Ничего Страшного Полетели Дальше По крайней Мере Нам Члены Экипажа Не Убили Никакого Знаете Тут Бывает Такое Что Сразу Там Он Разворачивается И Убивает Кого Нибудь Поэтому Видите Это Просто Животные Возможно Ладно Летим Дальше Давайте Вот На Пониже Опять Метеориты Враги Враги Пиратский Корабль Затаился В астероидном Поле Он Сразу Атакует Да Детка Война Ту 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 Пью Надо Вырубить Ему Нет Не так Аааааааoc Гори Нет Жесть Жесть Щитовой Отсек Вот это Жесть Ребята Сейчас Будет Свистопляска У нас Надо Ускорять Процесс Вали Емо Кажется, вражеский корабль заряжает ФТЛ-привод Он пытается удрать, нет Опа-на, смотрите Возьмите все, что у нас есть И давайте оба забудем о случившемся А вот это смотрите-ка хорошо Они нам предлагают 6 топлива, 6 ракет, 19 лома и еще орудие Малая бомба Конечно, мы берем, мы берем все, что они нам дают Блин, у нас щиты сейчас Главное, чтобы не загорелись соседние отсеки Надо сразу валить, надо сразу валить Есть, смотрите, видите, я выпустил весь воздух Соответственно, потух Потух, пожар Но мы без щитов, но оставаться в этом месте нам нельзя Потому что здесь астероиды летают Поэтому надо улетать отсюда быстренько И мгновенно, я бы сказал Смотрите, видите, волна приближается И так, вот эта вот большая окружность Которая вырезала уже, да Там все пипец, видите, там все восклицательные знаки А вот это вот показывает, как далеко продвинется Как далеко продвинется эта волна на следующий ход Соответственно, нам нужно это все дело опережать Но при этом успевать ходить по системам Собирать вкусняшки Давайте улетаем в соседний сектор Быстро Главное, чтобы здесь Ага, вот так Хорошо Смотрим Вы находите автоматический разведчик повстанцев Дрифующий рядом с маяком Несмотря на идеальное расстояние Похоже, что он деактивирован Итак, два варианта Попытаться скачать данные из корабля И во второй вариант Не рисковать, активировать его А просто разобрать на лом Один циклова Первое или второе Один, два, один, два, два, один, один, два, два, два Один, два, один, два, два Ну да, счетов нет у нас Я тоже согласен, что лучше давайте Просто разберем его на металлолом И заодно починимся Запустим воздух в эти отсеки Чтоб быстрее он тут устоялся И отправим на починку Двух бравых солдат Отсек надо починить, иначе без щитов Кстати, у нас еще выпала М-бомба Давайте посмотрим, что такое М-бомба Малая бомба Телепортирующиеся взрывное устройство Наносит повреждения системам и экипажу Не нанося при этом повреждений корпусу Может быть использованным на вашем корабле Вот так вот Энергии требует один Расходует ракеты Вот так, да Так, вероятность возгорания Урон живым существам 2 Урон системам 2 А смысл, если у меня есть обычная ракета? Не вижу смысл В принципе, можно будет потом продать Так что, ребят, радуемся Это просто еще пучок денег Так, щиты почти восстановлены Так, ребята разбежались По своим отсекам Щит появился Давайте, поехали дальше И что? Надо раз, два, три, четыре Как-то пять, шесть, наверное Если успеем Давайте Чат читай Это от дроидов поможет Которые на твоем корабле будут Это я понимаю Да, лучше всего нанять мантисов Они очень хорошо дроидов Разбирают Итак, сканеры обнаружили Большое астероидное поле Неподалеку Сканеры малой дальности Могут обнаружить полезные минералы Пока мы ждем Перезарядки ФТЛ-привода Вариант Значит Исследовать поле астероидов Второй вариант Это слишком опасно Подождем Пока заряется ФТЛ-привод И улетаем Ну, в общем Лезем в камушки Или не лезем Один Один Все пишут Один Все понятно Конечно Я мог просто догадаться И сам нажать единичку Энергобомбардировщик Ребята За одним из крупных астероидов Прятался пиратский корабль Он атакует Война Огонь Смотрите Видите У них есть Это эти Как их Золотаны Золотаны Энергетические чуваки У них есть Суперщит Коконом Он выдерживает Пять повреждений Надо просто Снимать Все это дело Оу Так Ладно Хорошо Астероид Пролетел Все Теперь можно Валить их Давайте Все-таки Убьем им Оружие Нет Что такое В движки попал Давай Чини быстрей А я им Пушку буду сбивать Блин Пробоина Ребята Астероид Сделал нам Дырку В корпусе Срочно Чинить Так Еще чуть-чуть Осталось Добить Просто Я не хочу Просто Ракеты Тратить Есть Есть Итак Два Топлива Две Ракеты 18 Лома Мы получили Сади Бомбу Туда Ничего Ничего Так Опасно Конечно В поле Астероидов Кого-то Тут Еще Чинить Лечить В смысле Давайте Лучше Улетим Отсюда Так Волна Приближается Нам нужно Здесь Еще Пообследоваться Давайте Посмотрим Что Есть Рядом Ага Автоматический Развечь Совершенствован Автоматический Корабль Подстанцев Находится Рядом С маленькой Космической Станцией Повстанцев Сенсор Показывает Что Это Склад Для Хранения Военного Имущества Ооо Ребята Военное Имущество Это Мы Любим Атаковать Автоматический Корабль Чтобы Добраться До Склада Или Попытаться Не Провоцировать Корабль Да Конечно Один Мы Его Разорвем В Клоща Ох Ты Что У него Тут Тут Сколько Дул То Вау Да Вы Что Вот Это Попадание Ай 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 Фух Слава Богу Жесть Вот Он Нам Дал Та Извиняюсь За Мой Французский Дал Прикурить Уничтожим Корабль Получили 14 Лом Исследовать Станцию Станция Является Складом Для Всевозможных Ресурсов Вы Собираете Все Что Можно Не Так Уж И Много Я Получаю Блин По-моему Я Потерял За Этот Бой Больше Давайте Полечим Полечим Слоника Медоцеки Да Ладно Нормально Ну Я Тоже Считаю Что Нормально У Нас Кстати Энергия Корабля Ближе К 50% Чиниться Итак Смотрим Здесь Какое-то Бедствие Происходит Но Мы Туда Не Будем Суваться Потому Что Нам Надо Быстро Вниз И Выходить Уже Из Сектора Поэтому Давайте Вот Сюда Ух Ты Мама Родная Оружие Дрифует В Космосе Отличный Перевод Ребята Жесть Ну Вот Это Красота Слушайте Я Такого Не Проминаю Зато Как Прям Ух Прям Вовремя Как Пришло Посмотрим Что Же Это Такое Ионный Бластер 2 Энергии Требует Три Пушка Зачетная Но Блин Три Энергии Требует Ионное Оружие Способно Отключать Системы Корабля Не Нанося Повреждений Корпус Ребят Это Очень Хорошая Штука Ионной Пушкой Отлично Отключаются Щиты На Вражеском Корабле При Этом Как С Ими Ничего Нельзя Сделать Вот Они Отключились И Все Пока Не Пройдет Время Да Но Ты За Это Время Опять Еще Кинешь Ионный Выстрел Потому что Перезарядка 4 секунды Блин Ну Три Энергии Требует Это Надо Очень Сильно Развить Свой Корабль Потому что Видите Оружейным Системам Нехило Так Требуется Энергия Да Прям Не Я Все Рад Ах Ты Классно Как Магазин Магазин Так Алонси Спрашивает Почему Он на Оружие Он же Хотел Не Двигло Может Я Случайно Вас Перепутал Подожди Передача С ближайшей Планеты Указывает На Фарпост Который Предлагает Припасы Для Путешественников Вы Отправляете Группу Чтобы Проверить Это Твою Налево Магазин Итак В принципе Ничего Полезного Здесь Не Продается Ого А Нехило Ионный Бластер Стоит Давайте Заработаем На Малой Бомбе Ионный Бластер Пока Придержим Нам Надо С вами Починиться Телепортер Так Позволяет Телепортировать Членов Вашего Экипажа На Вражеский Корабль Маскировка Делает Ваш Корабль Невидимым Повышая Уклонение На 60% Предотвращая Наведение Орудий Вражеского Корабля Кстати Маскировка Это Классная Тема Изумич Что Извиняюсь У тебя С аудио Нужно Бластер Продать Для Маскировки Это Да Это Я понял Помехи Я Я Не знаю О чем Ты Маскировка На самом деле Очень Классная Штука Не Не Очень Классная Пишет Ведьма Привет Я много Пропустил Акмист Ну да Прилично Мы тут уже Полчаса Ломаем Вселенную Что 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 Нам Просто Починиться И улететь То есть Ты считаешь Что Маскировка Не стоит Того Ну ладно Ладно Хорошо Главное Что Мы Починились Посмотрим Что Алонсу Действительно Почему-то На оружии Хотя Должен быть На движках Меняем Ребят Смотрите Нас Скоро Подожмут А вот Тут Кстати Вариант Мы Можем Прыгнуть Сюда Потом На выход Либо Сразу На выход Но Тут Прикол В том Что Да Скорее Се Я Успею Прыгнуть Туда Потом На выход Но Не Настолько Сильно Приблизиться Сегодня Без Прайма Да Сегодня Мы От него Отдыхаем Давай Сначала В непосещённое Место Прячемся Посмотрим Что Здесь Ух ты Слушайте Да Мне Везёт На Халяву Сегодня Это Ж Клёво Вы Находите Заброшенную Шахтёрскую Станцию На Ближайшей Луне Быстрый Осмотр Не Находит Форм Жизнь Однако Вы Обнаруживаете Подходящую Схему Дрона Ремонтный Дрон Господа Дроны Кстати Очень Полезное Оружие Если Скажем Так Есть Вариант С Дронами Надо Его Брать Обычно За счёт Дронов Можно Победить В Игре Теперь На выход Это Понятно Как Как раз Смотрите Я Успею Миллиметровщик Халява Сэр Да Вы Далите Ледомаяка Дальнего Действия Когда ФТЛ Привод Зарядится Вы Сможете Прыгнуть В Следующий Сектор Тут Чёрный Рынок Вы Получаете Сообщение Опасные Времена Нынче Если У вас Есть Лишние Зривчатые Вещества Военного Образца Мы С радостью Заплатим За них Смотрите Здесь Можно Продать Ракеты Учитывая Что У нас Их Всего 14 Штук В Принципе Можно Продать 5 Ракет Хотя Чем Нам Тогда Пользоваться По-моему Надо Проигнорировать Эту Станцию И Просто Свалить Нафиг Следующий Сектор Погнали Оба Итак Неизведанная Туманность Либо Сектор Залтанцев Ребята Ваш выбор 1 или 2 Скажу вам Что Неизведанная Туманность Там у нас Будет Постоянно Вырублены Сенсоры Периодически У нас Будет Отключена Половина Корабля Туманность Но что что же мы смотрим 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 слишком легко extreme 2 как-то поровну ну фиолетовым можно гипночервя взять что такое гипночервь даешь улучшение серову ц 2 2 1 ну поход дело все таки 2 победил вот если прикинуть сколько двоек единичек с большим перевесом на двоек победил золтанцы охраняют свои границы и пропустят вас только в случае наличия айди федерации будем надеяться они не настолько учтивы к повстанцам что мы видим кстати здесь тоже есть туманность давайте начнем с магазина не зря он так рядом к нам здесь представлен у нас есть 118 бабок с вами сразу в магаз за клинским смотрите здесь продают членов экипажа очень познавательно деби уилла и или сити соответственно два золтанца и один инжи приз мы можем себе их прикупить понятно что лучше всего брать зелененького тут еще смотрите продается управление дронами а у нас тут есть несколько дрончиков инж в топе нет энергии надо да понятно что энергия нужна кого берем деби или филисити давайте филисити она девушка наверное купим купим себе я вот думаю управление управление дронами это надо и он и бластер продавать если управление дронами нет по моему не фонтан до особо то дронов у меня и нет у меня только ремонтный дрон а это так фигня давайте его продадим кстати да давайте лучше улучшим наш корабль смотрите у нас появился новый член экипажа электромэн видите он пришел в отсек и он получил энергию приходит в этот отсек видите одна энергия освобождается потому что а зал танец дает просто один электричество халява так я думаю все таки надо улучшить свой корабль хоть немножко нас есть 68 бабок чтобы нам улучшить можно движков добавить зачем движки добавляют нам уклонение кораблю соответственно по нам будет реже попадать то есть чем больше у нас движков чем больше энергии движка тем реже по нам попадают что тут нам пишут оружие а по щиты оружие дамаг рулит нет ребят оружие сейчас бессмысленно потому что если я сейчас улучшу ничего не изменится у меня все останется по старому чтобы хоть какой-то профит получить да мне смотрите нужно 5 энергии то есть и он и бластер плюс и импульсный лазер 5 энергии все это вместе требует показываю 23 на я сюда 2 сюда соответственно не нужно улучшить оружейную систему на 2 как минимум и плюс еще основную энергию как минимум на 1 смотрим сколько это все денег потребует 35 плюс 50 и плюс 20 у меня просто не столько денег прокачанный механик круче прокачанного движка что такое прокачанный механик извиняюсь нот щиты это хорошая идея но у нас опять-таки чуть-чуть не хватает на них кстати совсем чуть-чуть то есть выучить тысячи ты мы можем но нас не будет хватать энергии поэтому делаем прыжок соседний сектор нет смотрите прикол в том что там может быть подстава в виде шторма и он новой тогда у меня половина энергии всего корабля и уйдет в небытие поэтому давайте обним себе энергию ух ты нифига себе с двумя щитами авто штурмовик вы совершили прыжок в более тихую часть туманности однако ваше спокойствие улетучивается когда у маяка появляется разведчик повстанцев он движется в атаку бой и так видим все сенсоры отключены потому что я в облаке извиняюсь нечистот у слава богу он упор давайте валить ему щиты есть первое попадание смотрите вот этот лазер который просто светит он не пробивает 4 соответственно этот лазер стреляет а этот не пробивает щит все происходит до свидания теперь мы выключаем ему полностью все пушки удачно удачно получилось очень удачное сочетание орудия этом дроне ну и давайте еще двигатель ему подзорвем чтобы он точно никуда не улетел даже ракета не пришлось тратить что мы получаем так некоторое количество полезного лома замечательно полезный лом я люблю есть господа у нас появился второй щит почему два раза щит надо улучшать да тут такое условие в игре что каждые две энергии в системе щита дают нам один щит поехали дальше преимущество вот этих вот секторов с туманностью наши преследователи тормозятся в два раза то есть это более опасные регионы вообще да во всех секторах но нас просто плохо преследует из-за этого чё за игра вообще вот справа сверху видно надпись вот здесь вот мышка катается по ней здесь написано вот прям даже расшифровочка игра замечательная давайте в соседний прыжок делаем и так опять авто штурмовик видимо это автоматический различий был размещен цветочек твоя очередь вести стрим чтобы предупредить их о вашем присутствии закончил свою фразу так корабль начал заряжать свой ftl привод если он усказнет то он вне всякого сомнения повестить флота в вашем местоположении вот это кстати ухтут надо срочно валить его так двигатели вырубили видели я промазал ракетой кстати ракета мимо прошла это из-за уклонения ведь у меня у ворот 20 процентов моего корабля у него может быть и больше сейчас мы ему еще оружие все потрубаем я ему отключил вот это пилот да и движок чтобы он не смог зарядить свой ftl привод ftl привод он работ заряжается при двух условиях если есть пилот если есть движки вместе и то и другое должно работать соответственно если что-нибудь одно вырубить то привод не заряжается в данном случае мы сразу его обездвижили и и завалили ребят сегодня у нас стрим отдыха от прайма поэтому учитывая еще что мне совсем не так уж и много времени осталось вообще играть ничего такого я не вижу что мы играем именно в это они в prime world так продолжаем наше путешествие смотрите я уже так далеко улетел а враги даже не показались замечательно надо всю эту туманность следовать как-нибудь так раздавать давайте вернемся давай мак токс до следующего раза следующий раз будет prime world не волнуйся так совершенно пустое ничего здесь нет летим дальше сенсор ничего не могу зарегистрировать у вас нет другого выбора кроме как нехорошим предчувствуем вглядываться через иллюминаторы вокруг как-то устрашающий тихо и все я только бензин трачу на это все дело давайте вот в данный сектор о что-то интересно тяжело поврежденный корабль федерации прячется в туманности около этого маяка до того как вы успеваете вступить в контакт с ними они исчезают в туманности вариант один попытаться последовать за ними и прочь и помочь вариант 2 остаться на месте пусть сами разбираются со своими проблемами он но мое пишет 11 11 11 11 все за то чтобы помочь конечно же конечно же наш корабль сэр уце должен геройски погибнуть я с вами согласен поиск не дал результатов ваши сенсоры не могут ничего защитить в туманности опять пустырь видите как медленно приближается волна это все потому что я летаю по туманности летим дальше беспокоит то что повстанцы подобрать пробрались так далеко в не исследованный космос даже если это и всего лишь беспилотник он включает